Думский комитет Мы пытались понять, при каких условиях Саров может заиграть новыми красками. В буквальном смысле слова. Уже сейчас полным ходом идет работа по созданию концепции украшения улиц и парков. Когда я учился в школе, у нас был такой предмет – решение нестандартных задач. То есть таких, где требуется сообразительность и смекалка. Как выяснилось, эти качества нужны не только школьникам, но и депутатам с чиновниками. Потому что проект «Зато Саров нарядный» необходимо уложить в 4 миллиона рублей, который в этом году может себе позволить городской бюджет. Как украсить город в условиях ограниченного финансирования? На что сделать акценты и каким может быть праздничный Саров? Расскажем в следующем сюжете. Сейчас город украшается по простой схеме. Перед каждым праздником администрация делает рассылку по предприятиям с просьбой оформить фасады зданий. И каждое учреждение справляется в меру своих сил. Единого стиля здесь, конечно, ждать не приходится. Да и не у всех есть финансовые возможности сделать убранство пышным и красивым. Наверное, этого недостаточно. И, наверное, стоило бы проработать большую концепцию. И в рамках этой концепции уже планомерно закладывать денежные средства. Бюджет текущего года предусматривает 4 миллиона рублей на украшение города. Чтобы понимать, много это или мало, достаточно сравнить цифру с ценой элементов оформления. Например, одна световая консоль стоит порядка 150 тысяч. А таких нужны десятки, если не сотни. Украсить консолями планирует улицу Харитона, Новый мост и площадь Ленина. Также новая концепция оформления города предусматривает подсветку деревьев и зданий. Она настраивается, она может менять цвета, она может быть разного цвета. Если это 9 мая, это может быть красные цвета, если это день любви семьи, верности, это могут быть розовые цвета. Ну, например. Мы сейчас говорим об украшении опять проездных путей и ни слова не говорим об украшении мест, куда люди действительно хотят приходить. Они говорят, как, мы не идем, потому что у нас город, 4 дерева освещены на площади, вот здесь вот много народу приходит сюда, да? Центральный сквер хороший. Центральный сквер хороший. С тем, что необходимо украшать парки и скверы, согласились все, и это еще дополнительное средство. В целом, ценник на украшение города получается весьма солидным. И тут есть несколько путей решения. Либо растягивать реализацию концепции во времени и частично каждый год покупать элементы оформления, исходя из выделенных средств, или привлекать к украшению города предпринимателей. Взять тот же Первомайск, там вот разговаривали и с предпринимателями, и с депутатами разговаривали. Там, в принципе, депутаты тоже активно работают с предпринимателями. То есть каждый округ они, ну, окучивают, я грубо так говорю, ну, в помощь, наверное, администрации. И все знают, что в администрации не так много средств на эту тему. Еще один вариант – покупать бывшие в употреблении элементы оформления у других городов. Так можно приобрести уже готовые решения по украшению всего города по весьма низким ценам. В итоге депутаты создали рабочую группу, на которой в ближайшее время изучат опыт других муниципалитетов, обсудят концепцию украшения города и этапы и возможности ее реализации. Другой важной темой, от которой никак нельзя отмахнуться, стало финансирование футбольного клуба «Саров». Он напрямую зависит от средств, которые выделяет городской бюджет. И если денег не будет, участие наших футболистов в областных соревнованиях окажется под угрозой срыва. О том, почему ФК «Саров» не попал в корректировку бюджета, чем это грозит и не поздно ли еще исправить ситуацию, расскажем в следующем репортаже. В бюджете текущего года было предусмотрено 2,5 миллиона рублей на содержание футбольного клуба «Саров». Еще на этапе принятия финансового документа спортсмены заявили, этих денег недостаточно, чтобы провести сезон. Тогда было принято решение увеличить финансирование клуба при корректировке бюджета. Но ни при первой, ни уже при второй корректировке дополнительные средства для ФК так и не выделены. Как выяснилось, проблема заключается в отсутствии бюджетной заявки. Департамент финансов не может предусмотреть дополнительное финансирование клубу без документа, в котором будет четко прописана вся смета расходов. И вроде бы заявка уже сформирована, но никак не дойдет до получателя. Между футбольным клубом, Дмисом и Департаментом финансов, вот цепочка доведения бюджетной заявки от Дмиса до Департамента финансов на сегодня она не доведена. Позиция Департамента финансов, она понятная и правильная. Им нужно, чтобы главный распред подписал бюджетную заявку. Депутаты проголосовали за то, чтобы обратиться к главе администрации с предложением рассмотреть возможность увеличения финансирования футбольного клуба Саров в рамках бюджетной заявки, согласованной с одной стороны ФК и Дмис, и с другой стороны Департаментом финансов. И при очередной корректировке бюджета осенью все-таки выделить спортсменам необходимые средства. В Сарове продолжается подготовка к освящению храма святых царственных страстотерпцев. На днях прошло заседание оргкомитета, в котором приняли участие представители ядерного центра, думы, администрации и духовенства. Напомню, первый в Нижегородской области храм-памятник, посвященный семье последнего российского императора Николая II, будет освящен в ночь с 16 на 17 июля. Так завершится история длиной в 15 лет. В 2013 году митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий благословил сбор средств и начало подготовки к строительству. В марте 2014-го храм начали возводить. Ко дню рождения государя Николая II была залита мощная фундаментная плита. В тот день митрополит Георгий совершил чин закладки храма, на который приехали представители дома Романовых. День рождения последнего государя нашего Отечества, церковь императора Николая, мы закладываем храм в честь всей царственной семьи страцатерцев. В конце 2017-го на храме появились колокола. Осветил их митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Храм украсили 11 компанов. Вес самого большого – 820 килограммов. Вылиты они, согласно всем традициям русских церковных звонов. Достаточно полный набор колоколов, если смотреть его по составу колоколов, то здесь хорошо представлены все три основные группы колоколов, зазвонные и позвонные благовестники. Следующим важным этапом стала роспись внутреннего убранства храма. Более полугода иконописцы мастерской «Новое воскресенье» из Палиха расписывали храм святых царственных страцатерцев в древнерусском стиле. На единственных двух прямых стенах разместили сюжеты коронации царской семьи и их участие в перенесении святых мощей преподобного Серафима Саровского. Причем иконографию сюжетов палихские мастера разработали сами на основе исторических материалов, картин и фотографий. Очень мы интересно постарались изобразить перенесение мощей. Постарались там изобразить и Елизавету с мужем, да, и, значит, и Александру Федоровну, чтобы там все были. Поэтому работали как бы немало и тоже уже с этим сюжетом как бы сжились и нравятся. Работа была проделана колоссальная. И в конце мая храм открыл свои двери для прихожан. А уже на следующей неделе в ночь с 16 на 17 июля первый в Нижегородской области храм-памятник, посвященный семье последнего всероссийского императора Николая II, будет освящен. Подробную программу праздничных мероприятий можно посмотреть на сайте православный Саров. Федеральная программа «Материнский капитал» известна всем. Но мало кто знает, что в большинстве регионов России успешно действует свой, региональный материнский капитал. В этом году в законодательстве произошли изменения, которые коснулись преимущественно использования денежных средств маткапитала. Правительством было принято решение несколько расширить данный перечень, как на федеральном уровне, так и в регионах. Программа регионального материнского капитала действует в области с 2011 года. Сначала сумма была 25 тысяч, с 1 января 2017 года ее увеличили до 100 тысяч. Также были расширены направления реализации регионального материнского капитала. Кроме улучшения жилищных условий и медицинской помощи, можно оплатить обучение как в государственных, так и в частных учебных заведениях. Для этого нужно представить договор и квитанция об оплате. И мы часть этих денег, то есть не все 25 тысяч, а из этих 25 тысяч оплачиваем образование ребенка, то есть и детский сад, и даже если вот школу искусств куда-то ходит, то есть образовательный процесс, все мы оплачиваем. Новшеством стало направление средств материнского капитала на приобретение товаров и услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые им необходимы для социальной адаптации и интеграции. Покупка должна быть сделана в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. Это средства реабилитации, коляска ли, слуховой ли аппарат, что-то приближено, но опять-таки должно по ИПР быть, ну есть там некоторые перечень документов, которые необходимо нам предоставить. И мы опять-таки из регионального материнского капитала возместим вам ваши затраты. Ситуации бывают разными, деньги могут потребоваться срочно. Региональный материнский капитал, как мера социальной поддержки, предусматривает и единовременные выплаты. В этом случае нужно обратиться с заявлением в управление соцзащитам. Из этих региональных материнских капиталов и 25 тысяч и 100 тысяч можно единовременно, размер 10 тысяч получить без всяких справок, без всяких квитанций, чеков. Это просто на нужды первой необходимости так называемой. Всю необходимую информацию можно уточнить в управлении социальной защиты на проспекте Мира, 15, в кабинетах 104 и 105, а также по телефону 755-83-7-89-31. В городской администрации прошла торжественная церемония вручения ключей от новой квартиры Егору Кудимову. Юноша получил полностью отремонтированное и благоустроенное жилье в новом районе в рамках программы поддержки СИРО. Она действует в Сарове с 2013 года. С тех пор собственным жильем обзавелись 7 жителей города, которые по разным причинам остались без попечения родителей. Егор Кудимов подал заявление на участие в муниципальной жилищной программе всего 4 месяца назад. И уже сегодня он отправляется в администрацию за заветными ключами и документами на жилплощадь. Крыша над головой – это гораздо больше, чем просто финансовая часть. Это жизненная потребность, которую необходимо каждому цивилизовать. Светлая однокомнатная квартира в новом районе досталась Егору по программе обеспечения квадратными метрами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Получить квартиру в специализированном жилом фонде могут юноши и девушки в возрасте от 14 до 23 лет. В списке нуждающихся в улучшении жилищных условий соровчан этой категории 23 человека. Сейчас нет понятия очереди. Есть понятие список для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из-за числа на обеспечение жилыми помещениями и специализированного жилищного фонда по договорам социального найма. Сейчас в Сарове действует сразу несколько программ по улучшению жилищных условий. Администрация ставит перед собой цель сократить количество очередников в городе. Специально для этого организован процесс передачи в собственность квартир социального найма и переформатирования общежитий в жилой фонд. Есть люди, которые не в состоянии приобрести себе квартиру и нет даже возможности заработать с нее. И тут вот как-то так получается. В этом году квартиры по программе обеспечения жильем детей-сирот получат еще двое соровчан. Радио «Семь на семи холмах» не нуждается в рекламе. Одно из лучших радиостанций страны ежедневно включает миллионы автомобилистов и просто любители хорошей музыки по всей стране. Теперь возможность насладиться любимыми хитами есть и у соровчан. Любители разговорного жанра тоже не останутся обделенными. Вместе с ведущими они откроют для себя новые необычные места. Узнают, как произвести приятные впечатления и массу другой полезной информации. Музыка – неотъемлемая часть нашей жизни. Она окружает нас повсюду – дома, на работе, в общественных местах. Благодаря радио мы слышим ее в общественном транспорте и с удовольствием слушаем в автомобиле. И вдвойне приятно, когда на одной радиостанции можно услышать все любимые композиции. На радио «Семь на семи холмах» не существует границ. Здесь прекрасно сочетаются диско, хиты американской, французской и английской эстрады. Достойное место среди старых добрых песен занимают хиты последних лет. Несколько лет эта радиостанция была недоступна для саровчан, но теперь она возвращается в наши приемники. Все готово, оборудование все смонтировано. Передатчик только осталось включить. РТРС Нижегородский, НОРТПЦ, он всегда славился качеством и звучания, и видеоизображения. Так что я думаю, что все у нас будет прекрасно. Мы готовы к дальнейшему работать. Запуск радиостанции прошел 7 июля ровно в полночь. Узнавать последние новости, слушать развлекательные и познавательные программы и наслаждаться любимыми песнями можно будет на частоте 91,4 FM. Отличается очень хорошим качеством подбора музыки. То есть это популярная зарубежная музыка 70-х, 80-х, 90-х годов, российские исполнители в том числе. Радио «Семь» очень сильно все-таки ждали в Сарове, будем говорить так, потому что вопрос постоянно звучал, ну, висел в воздухе, когда радио «Семь» вернется, и вот, наконец-то, этот день настал. В жизни каждого человека всегда неизменно найдется место для радио. Даже если у вас плохое настроение, включайте любимую радиоволну, и хорошие эмоции вам будут гарантированы. Юных Саровчен вновь приглашает принять участие в конкурсе «Слава Созидателям». Для этого необходимо снять видеоролик о человеке, который внес значительный вклад в развитие атомной отрасли. Как правило, в качестве героев ребята выбирают своих близких. Работы можно приносить в 15-й кабинет Дворца детского творчества. Конкурс «Слава Созидателям» пройдет в два этапа. Сначала жюри выберет лучшие работы в каждом из городов присутствия госкорпорации «Росатом». Затем ребята-победители примут участие в заключительном федеральном этапе. Его итоги подведут в декабре. За два года существования в конкурсе «Слава Созидателям» приняли участие жители 22 городов присутствия госкорпорации «Росатом». Почти 60 тысяч претендентов на победу и практически 20 тысяч видеороликов. Но на этом пополнение летописи госкорпорации не закончилось. В этом году в ней появятся новые уникальные факты остановления атомных городов и реальные истории тех, кто стоял у истоков создания ядерного щита нашей страны. Создание летописи – это всегда важный момент сохранения истории. Для того, чтобы суметь, сохраняя лучшие традиции, развиваться и создавать что-то новое, нужно все-таки понимать, а что было сделано до того, как мы появились на этой земле. Заместитель директора детской библиотеки Татьяна Плохотник выступила в качестве героя одного из конкурсных интервью в прошлом сезоне проекта «Слава Созидателям». Автором ролика выступила ученица седьмой школы Юлия Шишканова. Татьяна Плохотник рассказала об истории создания детской библиотеки как одной из частей системы воспитания и образования нашего города. Для любого человека, не только для ребенка, но для ребенка в первую очередь, очень важно в любом подобном проекте найти точки соприкосновения с ним самим, с его историей, с его биографией, то есть зацепить какой-то интерес. Героями конкурсных работ в этом году могут стать известные работники предприятий и ветераны, которые внесли значительный вклад в развитие атомной отрасли и городов в присутствии Росатома, обладающие знаниями, наградами и общественным признанием. Изменились требования и к авторам работ. В этом году введены ограничения в сторону качества. Авторами работ могут быть лучшие дети, которые занимают высшие строчки в рейтингах по учебе, по активности, по участию в конкурсах. Авторы творческих работ, которые займут призовые места на муниципальном этапе конкурса, будут награждены ценными призами на параде Созидателей в Сарове в конце сентября. Лучшие работы будут направлены на федеральный этап, итоги которого подведут в Москве в конце года. Оператор конкурса в Сарове – Творец детского творчества. Дополнительную информацию можно получить по телефону 952-37. Знаете, какой праздник самый вкусный? Всемирный день шоколада. На протяжении многих десятилетий и даже веков это один из самых популярных десертов в мире. В День шоколада миллионы ценителей этого сладкого продукта посещают ярмарки, фестивали, мастер-классы и, конечно, дегустации. Медики и диетологи до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, полезен или врезен шоколад. Одни приписывают ему магические и целебные свойства, другие пугают неприятными побочными действиями. Какие на самом деле пользу и вред приносит любимая с детства плитка, расскажем далее. Горький, молочный, рубиновый, зеленый, белый, шоколад на фруктозе, органический, пористый, с сотнями разных начинок и добавок. В магазинах представлены десятки видов на любой вкус. Горький и молочный различаются не только долей какао-бобов в составе, но и с содержанием сахара и молока. Именно поэтому более диетическим считается горький шоколад, в котором не содержится молоко и почти нет сахара. Но существует еще и белый шоколад, с которым все совсем иначе. И его вообще, в принципе, специалисты даже не считают за шоколад как таковой, потому что в его приготовление не входит сам тертый шоколад даже, больше какао-порошок. Шоколад по праву считается любимым лакомством детей и взрослых. Не только вкусный, но и полезный. Он поднимает настроение, стимулирует работу мозга, содержит кальций, железо, фосфор, цинк и витамины группы В. Но, как и любым продуктам, содержащим сахар шоколадом, нельзя злоупотреблять. Когда мы потребляем много сахара, у нас в крови увеличивается уровень глюкозы, что, собственно, приводит к серьезным нарушениям углеводного обмена. Ограничив рацион простыми углеводными жирами, отказавшись от полезных белков, минеральных веществ, мы подвергаем огромной опасности свою поджелудочную железу. Все больше людей стараются вести здоровый образ жизни. И те, кто активно занимается спортом и правильно питаются, уверены, что сладкое – главный враг хорошей фигуры. Особенно строго за рационом питания следят женщины. Такой строгий подход к диете, он не всегда оправдан, потому что женщина начинает, исключая из своего рациона сладкое, особенно то, к чему она привыкла, это хотя бы полплиточки шоколада, исключать целиком и полностью сразу нельзя, потому что начинается нервное, стрессовое вот это перевозбуждение, и мы только себе вредим тем самым. Не бойтесь включить в свой рацион пару долек шоколада, получайте удовольствие от тающего во рту лакомства, делитесь им с друзьями и близкими. А в день шоколада это не только можно, но и нужно. Ежегодно люди делают миллиарды фотоснимков. На них можно запечатлеть происходящие события, красивые места, любимые лица, моменты, которые больше никогда не повторятся. Благодаря снимкам можно вернуться в прошлое. Для кого-то фотография просто увлечение, но есть люди, для которых это профессия и даже целое искусство. 12 июля свой профессиональный праздник отметили фотографы. Виталий Скворцов считает себя уже старичком, так как занимается фотографией более 10 лет. Именно фотоаппарат дал ему ту свободу самовыражения, о которой он мечтал. В приоритете у молодого человека портретная съемка – одна из самых сложных, так как зачастую Виталий фотографирует непрофессиональных моделей. Но этим она для него и интересна. Каждый человек с моей съемки, он дал мне что-то очень интересное. Он какими-то вещами делится из своей жизни, но вот в процессе съемки какие-то откровенности происходят. Ну, они очень ценны. Проект «Лица Сарова» – это серия портретов известных личностей родного города, которых он решил представить жителям. Через фотографию Виталий передает характер и настроение своих персонажей – актеров, байкеров, художников и даже медицинских работников. Знакомый хирург стал одним из первых героев проекта, и съемку проводили в настоящей операционной. Он хотел развиваться в своей профессии, он ей горел. И так он попал в мою серию. Снимали мы с ним портреты где-то часа два. Там было больше тысячи фотографий. На следующем этапе нужно из тысячи вариантов выбрать три, а может быть и одну, ту самую фотографию. Работа над проектом идет до сих пор в режиме нон-стоп. Виталий ищет новых интересных фактурных героев для своей серии. Выслушивает советы друзей, рекомендации коллег, присматривается, пытается разглядеть потенциально героев изюминку и харизматичность. И я, конечно же, рассматриваю все варианты, потому что наш город очень интересен на людей, на лица, на образы. Персонажей очень много. И из них приходится даже уже выбирать. Виталий считает, что камера – это своеобразное средство коммуникации, с помощью которого фотограф познает окружающий мир. Щелканье затвора, беглый взгляд на дисплей, и затем небольшие поправки в позе, движениях и смене локации. Для фотографа важно, чтобы человек чувствовал себя перед объективом естественно и не испытывал чувства скованности. 8 июля вся страна отмечала один из самых светлых праздников лета – День семьи, любви и верности. Во всех регионах страны прошли массовые народные гуляния, выставки, фестивали и праздничные концерты. Саров не стал исключением. В зимнем саду молодежного центра чествовали те, кто отметил свою 25-ю годовщину свадьбы. А также подводили итоги фотоконкурса «Радость отцовства». О том, как прошел День семьи, любви и верности в нашем городе, расскажем в следующем репортаже. 73-летнему Ивану Митину в детстве родители заложили ориентиры, что семья должна быть большой, детей и внуков должно быть много, и любить всегда нужно только одну женщину. Он так и сделал. В День семьи, любви и верности ему и его супруги вручили медаль за любовь и верность. А ее как увидел, и все. Она меня увидит, квартет мой будет. Все заколдовала. И все, и вот, 50 лет. Четверо детей, пять внуков. Залог семейного долголетия у Митинах в способности супругов уступать своей второй половине и не таить обиды друг на друга. Для молодых людей, которые только подумывают о создании своей семьи, у Ивана Алексеевича есть ценный совет. Сформулировал он его в стихах. Чужое счастье мы не крали, свое мы сами строили. Друг другу никогда не врали, лишь дружелюбно спорили. Семья Барановых по своему жизненному пути идет в соответствии с выстроенным когда-то планом. Они всегда мечтали о двойне. В этом году желание супругов наконец-то исполнилось. На свет у них появились сразу и мальчик, и девочка. Проблем с тем, как назвать детей, у супругов Барановых не возникло. Сразу решили назвать Мария и Артема, и как раз 17 апреля я родила, и в этот день были именины Артема и Мария. Нам повезло. Четырем саровским семьям, у которых в этом году родились двойни, на торжественную церемонию вручили первые документы в жизни малышей, свидетельства о рождении, а также памятные подарки. Все идет из семьи. Как бы сейчас это ни говорили, что школу должна воспитывать кто-то, общественный и так прочее. Вот то, что заложили в семье, то и будет на протяжении всей жизни. Особое место на семейном празднике было отведено для награждения по итогам фотоконкурса ПАП «Радость отцовства». Почти 50 участников и более полусотни работ. Выбирать победителя было нелегко, но, как отметили организаторы и участники, тут главное не победа, главное это прекрасные взаимоотношения внутри семьи. Это самая высокая награда для ПАП. Куклы-берегиник, куватки, погремушки и горячо любимые детьми каталки. В Сарове открылась новая выставка, которая придется по душе как малышам, так и взрослым. Русская игрушка – копилка народной мудрости. В экспозиции представлен почти весь разноцветный мир традиционной нижегородской игрушки и ее современных вариантов. Если хорошо изучить историю вида народных игрушек, то можно заметить, что делали их не просто так. Они должны были не только развлекать ребенка, но и развивать и обучать его, готовить к дальнейшей жизни. Игрушка позволяла развивать ребенка, росла вместе с ним и стимулировала его развитие. В каждом возрасте ребенку давали определенную игрушку. Как только малыш появлялся на свет, его верным спутником становилась потешка. Самые первые игрушки вешали на люльку. Они служили оберегами и приучали ребенка сосредотачивать взгляд. Подрос малыш, сел, давали каталочку. На палочке, палочка была короткая, когда ребенок катил эту каталочку, он потихоньку старался за ней ползти. Особое внимание на выставке привлекают матрешки. Загорская, Полхов-Майдановская, Вятская и, конечно, Семеновская. Каждая коллекция по-своему уникальна и разглядывать их можно часами. Есть и авторские матрешки, расписанные по мотивам сказок. Экспонаты музея – Нижегородская промысловая игрушка, Дымковская, Городецкая. Особую восторгу малышей вызовут механические игрушки – маятниковые и, конечно, музыкальные. При этом выставка будет интересна не только детям, но и взрослым. Мы постарались показать игрушку в немножко новом аспекте, именно с педагогической точки зрения. И, проводя экскурсию по залу, рассказываем, как же дети играли этой игрушкой, что она развивала, какой познавательный интерес она формировала. Также у саровчан будет уникальная возможность не просто познакомиться с историей игрушек, но и поиграть в них. В музее постоянно работает игровая площадка. А по предварительной записи проводятся мастер-классы, на которых вас научат делать традиционные народные куклы. Более подробная информация по телефону 6-64-94. Еще один приятный сюрприз для ценителей прекрасного. В Доме ученых открылась выставка под названием «Обо всем понемногу». Автор работ – участница творческого объединения «Арт-позитив» Галина Жинжикова. На суд саровского зрителя она представила ряд своих натюрмортов и пейзажей, написанных в технике акварели, масла, пастели. Подробности далее. Бывает так, что у взрослого человека, состоявшегося профессионально, вдруг появляется тяга к творчеству. Так и Галина Жинжикова в одной из туристических поездок захотела взять в руки кисть и краски и запечатлеть живописные места. И вот уже 10 лет она всегда в поездке берет с собой акварель. Но и родной город не оставляет без внимания. Одна из любимых картин Галины – «Весна в Тизе». Она написалась очень быстро и как-то на одном дыхании. И бывает такое ощущение, что как будто кто-то водит рукой. Даже самая простая и незамысловатая на первый взгляд обстановка становится источником вдохновения для художника. Копченая в облак консервная банка на одну из ее картин не оставляет равнодушными представителей сильной половины человечества. Галина пишет в основном пейзажи, натюрморты, маслом, пастелью и акварелью. Последняя стала для нее любимой за невесомость и прозрачность красок и легкость в работе. Соратники по творческому объединению «Арт Позитив» отмечают в картинах Галины невероятную притягательность и магнетизм. То, что она классный акварелист, вот в этом сомнений нет. Изумительно, мне нравятся ее акварельные работы. Они такие легкие, иногда бывают какие-то глубокие, наполненные чем-то. Очень приятно их смотреть. Выставочный зал не смог вместить все написанные за 10 лет картины Галины с Жинжиквой. Так что некоторые полотна расположились на стенах лестничных пролетов и гости выставки могли их рассмотреть по пути. Футбольная лихорадка, которая на целый месяц охватила весь земный шар, подходит к концу. Пока на аренах подрев толпы Роналда, Суарес, Каванем, Бапе и другие творили историю, в Сарею прошел свой, пусть и не такой масштабный мандиаль. В детском оздоровительно-образовательном центре «Березка» на 21 день отряды превратились в футбольные клубы, а вожатые в тренеров. О баталиях, которые развернулись на полях лагеря, расскажем прямо сейчас. Игорь Достолев впервые приехал в «Березку», еще будучи школьником, проработал звукооператором и, набравшись опыта, встал на отряд. Сегодня ему, как и другим участникам сборной «Березка-Стар» на время пришлось отложить профессию вожатого. Но при любой возможности Игорь охотно откликается на предложение погонять мяч по лагерному футбольному полю. Игра мне очень понравилась. Играю здесь уже второй раз за это лето. Впечатлений очень много и все разные, потому что игра становится с каждым разом все напряженнее и напряженнее. Угловые, штрафные удары даже серии 11-метровых. Исход игры между сборными «Березка-Стар» и «Березка-Реал» решился в послематчевых пенальти. Пробивной сезон в «Березке» в самом разгаре. Впереди у ребят еще больше недели, наполненной яркими событиями, соревнованиями и интересными мероприятиями. Завершится вторая оздоровительная смена 18 июля. Но уже 22 числа свои двери лагерь откроют для ребят из третьей смены. Дарья Цыпорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. На этом все. Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова